Вечер вторника 27 июня пришло время подвести итоги уходящего дня. В студии Романа Верчук. Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году в летней академии 40 воспитанников из разных уголков страны. Наставления они принимают от мэтров классической музыки из Архангельска, Саратова, Москвы, Санкт-Петербурга и Швейцарии. Традиционная методика обучения – ежедневные многочасовые мастер-классы. Привычный отчет успеваемости – вечерние концерты. На которых судьи – зрители. Академия – это не только учеба. Академия – это прежде всего фестиваль. То есть к городу же мы обращены к слушателям не учебой, не мастер-классами, а концертами. Музыка – это средство общения. И когда один музыкант показывает, что он умеет, а другой, смотря на это, слушая это, что-то воспринимает, что-то не воспринимает, продолжает развиваться. Универсальный язык общения – музыка помогает ученикам Академии перенимать заграничный опыт. В этом году в гостях у Котласа побывал норвежский коллектив «Арктик симфониэта». У нас несколько профессиональных проектов уже между нами было. Они касались всегда профессиональной сцены. Но им интересно быть вовлеченным именно в проекты, которые связаны с детьми, с подрастающим поколением здесь. Аллегра или Адажа, легатта или стаккатта. Профессиональный музыкант должен чувствовать каждую ноту. Всегда по-новому. Летняя музыкальная академия открывает перед подрастающими исполнителями яркие перспективы. Некоторые посещают ее уже пятый год. Музыка – это, на мой взгляд, самый многогранный вид искусства. Там можно передать все, что тебе захочется, все чувства, которые ты в данный момент испытываешь. Вдохновенно играть, внимательно слушать и принимать гостей исполнители будут до 30 июня. Всех любителей классической музыки ждут в школе искусств «Гамма» каждый вечер. Сегодня у Котлашана есть возможность познакомиться со столичным коллективом – московским ансамблем современной музыки. Подвесной мост для жителей деревень Вершининского куста в Верхней Томе – единственная ниточка, связывающая их с большой землей. Более 10 лет он находится в аварийном состоянии. Оно стало причиной гибели четверых людей, двое из которых – дети. После трагедии мост закрыли, но проблема осталась. В деревнях на высоком берегу постоянно проживает около 60 человек. Летом приезжают дачники. С просьбой решить многолетнюю проблему сельские жители обратились к губернатору области Игорю Орлову. Встреча состоялась в минувшие выходные в рамках празднования 880-летия Верхней Тоймы. Этот мост – единственная возможность попасть жителям вершининских деревень в район и центр. Его не зря признали аварийным. Гнилые доски прогибаются под ногами. Здесь не то, что ходить. Здесь стоять страшно. Когда уровень воды невысокий, на другой берег можно перебраться вброд или на проходимой машине. Но нынешним летом об этом не стоит и мечтать. Затяжные дожди делают речушку без того полноводной. Остается один вариант – попасть в райцентр. На лодке за 200 рублей. Дорого и опасно. У людей возникла вообще огромнейшая проблема. Представляете, весна, быстрина, речка бурная, а люди на одноместной лодочке, на резиновой переправляются. Проблему не раз обсуждали в своем издании журналисты издательского дома «Заря». Она была поднята и на встрече редакторов районных газет с губернатором Архангельской области Игорем Орловым. Она состоялась в Котласе в дни празднования столетия города и в ходе Совета глав сельских поселений в Верхней Тойме. Учитывая, что это место становится таким притягательным с точки зрения развития туризма, предпринимательства, мы будем сейчас, я дал поручение проработать вопрос восстановления дороги, приведения в приемлемое состояние. Ну а что касается подвесного моста, то стоит задача правильно оценить востребованность именно такого вида переправы. Я думаю, что мы в ближайшее время это сделаем. Глава Верхнетоймского района Наталья Вьюхина убеждена, восстанавливать подвесной мост смысла нет. Целесообразнее направить силы и средства на обустройство моста на автодороге Верхней Атойма «Черный ручей». Это позволит связать с районным центром сразу три пока еще разорванных населенных пункта. Летом мы будем попадать в деревню Георгиевскую, в вершину. Люди без проблем будут ездить на машинах. У нас там прорублено, предприниматели прорубили трассу на Волочок. И у нас же есть муниципальное образование Севтринское, оторванное от внешнего мира. Если бы мост здесь появился, вершина была бы у нас в Верхней Тойме, Зеленик тоже в Верхней Тойме и Волочок. Мне бы не пришлось содержать свою местную дорогу через Котопрагон. Если этот проект удастся реализовать, районные власти ожидают увеличения потока туристов. Холмистые луга древней Верхней Тоймской земли уже прозвали в народе Северной Швейцарии. Правда, добраться до этих красот пока проблематично. О происшествиях. Два человека погибли в результате столкновения автомобиля с поездом. Трагедия произошла в Конышском районе. Бортовой УАЗ, в котором находились мужчина и женщина, несмотря на запрещающий сигнал светофора и кудок приближающегося поезда, решил проскочить переезд без шлагбаума. Как только автомобиль выехал на рельсы, тут же оказался на пути у грузового состава Коныша Няндама, состоящего из 50 вагонов. В результате удара водители и его пассажирка вылетели из машины. Женщина погибла сразу, а мужчина на момент приезда пожарных еще подавал признаки жизни, но спасти его не удалось. Два крупных ДТП произошли и в Котловском районе. На пути автомобилистов оказались лось и ребенок-велосипедист. Первая авария случилась на дороге Ядрихаудимский. На прямом и ровном участке дороги Opel Astra набрал большую скорость, как вдруг из придорожных кустов с правой стороны под колеса иномарки выбежал лось. В результате столкновения оказалась сильно деформирована крыша автомобиля. Пассажирка получила черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и ее госпитализировали в Котловскую больницу. Водитель не пострадал. Специалисты говорят, этим автомобилистам повезло, что животное было некрупным. Последствия встречи с копытными бывали куда более серьезными. Так, в августе прошлого года из-за столкновения с Сахатом в Устьянском районе погиб молодой человек. В этот же день около 17 часов в поселке Выщегодский под Котласом произошло ДТП с участием велосипедиста. Девятилетняя девочка переезжала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В это время на перекресток выехал автомобиль Nissan Juke. Женщина-водитель не успела затормозить. Юная велосипедистка госпитализирована с переломом ноги, сотрясением головного мозга и травмой живота. Это уже второе дорожное происшествие с детьми велосипедистами за последние дни. 19 июня в Виноградовском районе под колесами фуры погиб 11-летний мальчик, который выехал на проезжую часть трассы М8. Продолжаем. Котлас один из лидирующих городов Архангельской области по количеству присасываний клещей. Всего, по данным областного Роспотребнадзора, в регионе зарегистрировано свыше 3000 обращений в медицинские организации по поводу укуса клещей. Это почти в полтора раза меньше, чем в прошлом году. На слабую активность кровососов влияют погодные условия. Так называемый список неблагополучных районов возглавляет Вельский район. Там зарегистрировано 453 обращения. Котлас занимает вторую позицию. У нас свыше 250 укушенных. Далее на убывание идут Устьянский, Шенкурский районы. Затем Архангельск. Столица региона за помощью к медикам после укуса клещей обратились 220 человек. Что касается их вирусоформности, в лабораториях медучреждений области исследованы почти 1900 клещей, снятых с людей. Среди них положительных на антиген вируса клещевого энцефалита всего лишь 64. Это менее 3%. Еще меньше на клещевой боррелиоз. Тем не менее, рисковать не стоит. Тем, кому присосался клещ, следует незамедлительно обратиться за помощью к врачу. Сегодня на контроле Роспотребнадзора и туристический сезон. Накануне областное управление открыло горячую линию по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом. Обращения принимаются до 10 июля. Обратившись на горячую линию, можно получить консультации специалистов управления об актуальных инфекционных угрозах за рубежом. Узнать о правилах безопасного поведения на отдыхе, получить рекомендации по питанию, купанию и питьевому режиму в условиях жаркой погоды. А также рекомендации о том, что нужно делать при задержке авиарейса. Телефон и горячая линия сейчас на экране. Звонки принимаются в будние дни с 9 до 17 часов. В Красноборске ярко-громко и заливисто прошел пятый международный фестиваль гармонии «Сметанинские встречи». За эти годы в масштабном проекте приняли участие гармонисты, музыканты и творческие коллективы из многих регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья. На проведение международного фестиваля выделен грант правительства Аркангельской области в рамках проекта «Люба дорого». Звезда «Сметанинских встреч» Александр Варнаев. Музыкант-эксцентрик, солист оригинального жанра Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня» Надежды Бабкиной. Его еще называют «Человек-оркестр». В задорных номерах Александра главная роль у исконно-русских инструментов. В его руках оживают не только жалейки, трещотки, рожки, окарины, но и то, что в принципе не предназначено для извлечения звуков. Например, коса. Украшение строптивого и, пожалуй, самого травмоопасного инструмента – пилы – есть в репертуаре архангела-городца Алексея Карпова. Он – ученик Сергея Сметанина. Специального образования для игры на пиле не нужно, говорит он. Здесь главная сноровка и осторожность. Когда я выступаю или провожу какие-то мастер-классы по пиле, я всем предлагаю. Правда, надо иметь в виду, что это очень острая вещь. И нужно иметь достаточно крепкие кисти, чтобы это все дело изгибать и не отпустить. Не дай бог, это может быть к серьезным травмам привести. Таким же виртуозом был и сам Сергей Сметанин. В память о рано ушедшем из жизни талантливом музыканте на его родине ежегодно проводится фестиваль гармонистов. Традиция зародилась 11 лет назад. В 2013-м проект получил международный статус. Например, в минувшие выходные вместе с музыкантами российской глубинки выступали гости из Эстонии и Украины. Мы слышали на конкурсе и нижегородскую гармонь, и тульскую гармонь. И много-много разновидностей. Я играл на бомданионе, такой интересный инструмент, который является немецким, аргентинским инструментом. Аккордина звучала на фестивале. Звучала на фестивале и музыка дерева. Так назывался конкурс деревянных скульптур. Его впервые включили в программу сметанинских встреч. Один из профессиональных речиков – гость из Подмосковья Николай Гетьман. Выпускник Богородского художественного училища. Лауреат и победитель российских и международных конкурсов в первый раз на Красноборской земле. Она, как известно, полна легенд и сказок. Все делают сказочные персонажи. В данный момент дядька играет на гармонике. У него на плече сидит русалка. Портретное сходство деревянного гармониста с Сергеем Сметаниным заметили и родные знаменитого красноборца. Они в числе почетных гостей фестиваля гармонии. Любовь к народной музыке и своему краю в семье Сметаниных – главная ценность. Он собирал музыку нашего северного края, начиная от нашей родной деревни и кончая там уже в самой дальней Лишуконье, Пиннига, Каргополь и прочее. То есть он всех бабушек слушал, записывал и перекладывал на свою музыку. Это у нас идет, наверное, давно, по поколению, потому что муж играл, и Сережа играл, теперь уже у меня внуки играют. Международный фестиваль гармонии «Сметанинские встречи» – один из девяти проектов, поддержанных Министерством культуры Архангельской области в рамках программы «Люба Дорого». В этом году на его проведение из регионального бюджета Красноборск получил 500 тысяч рублей. В этом году муниципальный балл выпускников прошел в городском парке. Со школьной жизнью минувшие выходные попрощались две сотни человек. Сотни родни на столе, снула не заслужили! Волнительные экзамены позади. Впереди извилистый путь проб и ошибок взрослой жизни. Но в этот вечер о них не думал никто. Настроение отличное. Экзамены сдали. Это очень радует. Конечно, результаты не совсем такие, которые мы ожидали, но все равно они радуют. А насчет дальнейших планов еще не знаем. Будем ждать самые последние результаты, окончательные. У меня замечательное настроение. Уже с одноклассниками немножко поотмечали, потанцевали. Честно говоря, я никогда не загадываю наперед, поэтому что будет завтра, будет завтра. У меня запоминающий класс. У меня они очень хорошие, добрые. Девочки все красивые. И если бы мне пришлось выбирать школу, я бы осталась своей. Я всех очень сильно люблю. Стена плача, стена пожеланий, сердце выпускника. По доброй традиции, ребята из штаба школьников «Товарищ» подготовили для выпускников небольшие островки ностальгии. Творческие площадки позволяли окунуться в прошлое и пожелать одноклассникам и учителям удачи в будущем. Эти площадки нужны, чтобы запечатлеть какие-то моменты в историю выпускников. Это остается все с каждым годом на память. В этом году из школ Котласа и поселка Вычегодский выпустились 1152 ученика 9-11 классов. Около двух сотен пришли на традиционный муниципальный бал. Пасмурная погода не помеха активной молодежи. Глубоким вечером ребята принимали поздравления, танцевали, пели и прощались со школьными друзьями. Столица Поморья наградили участников победителей промежуточного этапа областного конкурса «Граффити». Свои идеи о том, как раскрасить стены некоторых городских объектов в честь 80-летия области, молодые уличные художники защищали на музыкальном фестивале «Мост». Ребята приехали из Котла, Савельска, Архангельска и Северодвинска. Хотя тема областного конкурса «80-летие области» большинство авторов предложили эскизы, так или иначе связанные именно со столицей Поморья. Изобразили гостиные дворы, набережную Северной Двины, разводные мосты и даже ледоколы. На самом деле ребята удивляют креативом. То есть иногда в одном рисунке сочетается настолько много направлений нашей истории, что это действительно удивляет. Но высшие баллы получили те, кто совместил в своей работе все или большинство этих знаковых объектов. Северодвинкой студентка Софу Мария Тарасова, получившая первый приз на отборочном туре, призналась, что идея ее рисунка родилась быстро, а вот на воплощение его пришлось потратить немало бумаги. Была приятно удивлена, когда позвонили и сказали, что приглашаются на вручение футболки с автографом. Это вообще просто супер. Очень рада. Мария и еще двое уличных художников получили от организаторов конкурса футболки с автографами всех артистов, выступавших на фестивале «Мост». Воплотить свои проекты в жизнь, а точнее на конкретную стену Дома молодежи, они смогут лишь в сентябре, после подведения всех итогов областного конкурса граффити. Ведь творческое состязание продолжается. Заявки на участие от молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет Архангельский Дом молодежи принимает до конца лета. У тебя на огороде вся картошка в ряд стоит. Участок весь облагорожен и имеет статный вид. Дачный домик твой покрашен год от года только краше. Урожай на зависть тем прорастает без проблем. Значит, дачник ты отличный. Хватит соблюдать приличия. Пиши звание и прибегай. Сразись за лучший урожай. Телефоны 206-14-265-63. На сегодня это все. Адрес нашей редакции Ленина 31. Телефон для справок 206-14. Смотрите нас и оставайтесь в курсе событий. До завтра. Отправь личным сообщением в группе ВКонтакте. Реалмаркет. Стройка. Ремонт. Интерьер. Указав имя и фамилию. Возраст и телефоны родителей. Победителей ждут подарочные сертификаты на 2, 3 и 4 тысячи рублей. Созидайте вместе с нами. Торговый центр «Строймир» предлагает все для вашего ремонта. Сайдинг в наличии под заказ. Лакокрасочные материалы. Электроинструмент. Сантехника. И профнастил. Строить с нами так легко. Мы от вас недалеко. «Строймир» на Болгасском шоссе. Пугачева, 22. Внимание! Не пропустите. Только три дня. С 28 по 30 июня в магазине «Школьник» на Кузнецово-5 акция «Белые ночи». На весь товар, кроме школьной учебной литературы, действует скидка в 40%. Торопитесь. «Школьник» Кузнецово-5. Лето. Лучшее время для норковой шубы. Лови момент. Меховой салон «Зимняя сказка». Котлос. ТЦ «Невский». Невского 33А. Ваш дизайнерский экспромт. Мы в порядок приведем. Стенды, вывески, таблички и буклеты, и визитки, печати разных образцов, объемность букв и яркость слов. О себе всем расскажи с КРЦ Технологи. МИК «Автотранс» открыл дополнительную автокассу в здании агентства «Аэрофлота». Предварительная продажа билетов и бронирование мест. Туристическое агентство «Экскурс Тур» приглашает на увлекательные экскурсионные туры на озеро Байкал. Описать словами его красоту невозможно, но увидев хоть раз, вы не останетесь равнодушными. Туры с 19 по 26 июля и с 3 по 10 августа. Информация по телефону 8 921 296 4 восьмерки. Ваш выбор – наша поддержка. Ваш проект – наше исполнение. Мебель из пензы, любой сложности по индивидуальным размерам. Составление дизайн-проектов, выезд на замеры, расчет стоимости и доставка абсолютно бесплатно. Не хотите изобретать велосипед? Большой выбор готовых вариантов разных фабрик по каталогам. Новаторство и классика рядом. Звони прямо сейчас. 8 911 599 10 42. Приходи в Коряжми на Дипсена 8 и в Котласе на Ленина 65А.